Билет номер 9 Для других – огромным стрессом. Таким, что до сих пор по ночам в кошмарах снится, как тянешь билет у доски. Впрочем, нынешним выпускникам билета ни к чему, экзамены у них другие. С 2009 года для всех 11-ти классников российских школ ЕГЭ стал единственной формой государственной итоговой аттестации и их приема в ВУЗы. В чем разница между старой и новой формой проверки знаний учеников? Какие проблемы возникают при этом? Ответить на эти и другие вопросы мы попросили педагога первой школы Светлану Рудольфовну Хабарову. Светлана Рудольфовна Хабарова – уроженка поселка Нель-Минос. Окончила Ненинскую школу-интернат, затем поступила в Архангельский педагогический институт на физико-математический факультет. После его окончания в 1986 году работала в школе поселка Харивер. После переезда в Наринмар работала в течение 10 лет в школе номер 4. Потом преподавала в заветтехникуме. С 2000 года учитель физики в школе номер 1. Светлана Хабарова – почетный работник системы образования. Дважды победитель приоритетного проекта образования в 2006 и 2013 годах. В 2012 году лучший учитель России по Ненецкому округу. Светлана Рудольфовна имеет золотой знак отличия за руководство исследовательской деятельностью учащихся. Вопрос. Какие есть сильные и слабые стороны у ЕГЭ, на ваш взгляд? Плюс есть, может быть, большой, это в том, что ребятки все-таки будут задавать экзамен один раз. Это и выпускной, и вступительный сразу. А как было раньше, все-таки все лето в волнениях, выпускные, потом вступительные. Сейчас один раз. Но минусов, я думаю, что здесь немало. Во-первых, не все детки готовы сдавать ЕГЭ в тестовой форме, вообще экзамены в тестовой форме, то есть кому-то легче рассказать. И проблема-то еще в том, что вот наши дети, они мыслят неординарно. Они прочитают задачу, и они сразу же на эту задачу могут столько разных ситуаций действительно обыграть. А вдруг это вот так, а вдруг это вот так, а может это вот так. И они порой из-за того, что моделируют различные ситуации, не видят простого решения. А если бы это был, например, ростный экзамен, то ребенку можно было бы задать наводящий вопрос, и он бы спокойно справился с этой проблемой. Мы волнуемся, а дети-то волнуются не меньше. То есть они во время экзамена не все могут справиться со своим волнением. И стоит еще учитывать внешние факторы. То есть это июнь месяц, отопление, бывает, уже отключили. И обычно у нас экзамен по физике один из последних, и помещения уже холодные. Холодные помещения, ребятки замерзают, это тоже некомфортно. Потом, может быть, допустим, вдруг разболелась голова у ребенка. И это тоже отрицательно влияет на результат. И главный минус, наверное, в том, что ребятки волнуются. Потом очень долго нужно ждать результатов ответа. Это практически 10 дней, иногда и больше. И тут эти волнения, это очень сложно и учителям, и родителям, и детям. Все находятся в сложной ситуации, потому что от этого зависит поступление. Ребятки давали на уроках, например, устный ответ. Учились говорить, и учитель формировал ответ таким образом, чтобы он был грамотен не только с точки зрения русского языка, но и чтобы какие-то специализированные слова использовались. Сейчас, к сожалению, мы, особенно 10-11 класс, нам нужно выдать материал, нам нужно подготовиться к ЕГЭ, и устные ответы у нас пропадают. То есть мы уже теряем этот навык устного ответа, устной речи. Ну, так как у меня предмет физика, то наиболее сложно в нашем, наверное, экзамене – это ответ на задание ЦАКИМ, где перед ребятами стоит вопрос, на который они должны дать письменный ответ, то есть написать небольшое эссе, а физику в основном выбирают. Все-таки это экзамен по выбору, и случайные люди этот экзамен не выбирают. То есть в основном идут дети, которые целенаправленно определились с выбором этого экзамена еще даже, наверное, в девятом классе, потому что в основном они по нашей школе, если говорить, идут в физмат-класс и, соответственно, потом выходят на ЕГЭ по физике. То есть целенаправленная подготовка – это технари. Им сложно высказывать мысль письменно. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведен в 2001 году в пяти областях по восьми учебным дисциплинам. На следующий год в акцию включились уже 16 регионов страны. В 2003 он охватил 47 субъектов Российской Федерации, а в 2004 – 65. В 2006 году ЕГЭ сдавали около 950 тысяч школьников в 79 регионах России. Впервые единый государственный экзамен по физике в Ненецком округе сдавали в 2005 году 21 человек. Вопрос. Достаточно ли подготовлены выпускники из наук ЕГЭ? У нас, по крайней мере, в нашем регионе учителя очень серьезно подходят к подготовке учеников к ЕГЭ. И я думаю, что наши дети не списывают ЕГЭ, потому что действительно и учитель заинтересован, и ученики заинтересованы. ЕГЭ по физике – это экзамен, рассчитан на детей, которые заканчивают физико-математические школы. У нас в городе есть один физико-математический класс в первой школе, где 5 часов физики. Есть, естественно, научный класс в четвертой школе, где 5 часов физики. И есть класс Роснефти в поселке Искатели, где тоже 5 часов физики. В остальных профилях, в остальных школах и остальных профилях по 2-3 часа, а бывают ситуации, когда и на физику отдают только 1 час на изучение физики. Даже за 5 часов подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ по физике очень сложно, не говоря уже о 2-х или 3-х часах. Но у нас дети сдают, то есть наши учителя готовят детей хорошо, потому что наши дети сдают и при 2-х часах физики ЕГЭ. По мнению экспертов, основная причина негативного отношения к ЕГЭ – выпускники получают оценки ниже тех, которые им выставляли за время обучения в школе, и ниже, чем при традиционной форме сдачи экзаменов. Однако с 2009 года в аттестат по каждому предмету выставляется средняя арифметическая выпускника за последние 2 года обучения, независимо от результата полученного на ЕГЭ. При этом баллы единого госэкзамена не переводятся в пятибальную шкалу. Вопрос – почему возникают трудности на ЕГЭ? Бывают детки, которые могли бы значительно лучше написать, пишут неожиданно, не только для учителя, но и для себя, естественно, хуже, чем могли бы. И сами потом удивляются, потому что порой не дочитали вопрос. То есть невнимание какое-то, не ту цифру выбрали, ответы. Потом какой-то, может быть, в голове уже есть стереотип на этот вопрос, то есть, может быть, этот вопрос, он уже несколько раз встречался, когда он при подготовке, и вот он начинает читать этот вопрос, вспоминает вот тот, который был где-то когда-то ему виденным, и не вникает в цифры, и может ответить-то, полагаясь на тот старый вопрос какой-то, да? А цифры-то здесь могут быть другими, то есть это тоже ошибка. И потом просто я уже говорила, что наши детки неординарные, у них много ситуаций в голове, поэтому они задачу порой усложняют и могут сами себя поставить в тупиковое состояние. И поэтому, да, ребятки иногда пишут хуже, чем хотелось бы. Доводы в пользу ЕГЭ тоже очень убедительные. По мнению сторонников, такая форма проверки знаний помогает избежать коррупции и блата при поступлении в ВУЗы. Дает более объективную оценку знаний, кроме того, повышение требований к ЕГЭ ведет к повышению качества образования, квалификации учителей и качества учебной литературы. И еще ЕГЭ похож на систему выпускных экзаменов в развитых странах, что со временем может привести к признанию российских школьных аттестатов в других странах. А с 2016 года выпускники могут получать право дважды пересдавать ЕГЭ. Проект приказа Минобразования Российской Федерации предполагает предоставить школьникам право сдавать ЕГЭ и ОГЭ по любому из учебных предметов до трех раз в учебном году. Пересдать могут ученики, желающие улучшить свой результат. Вопрос. Как успешно сдать экзамены? Ребятам я рекомендую ложиться спать в 9-10 часов, но не позже 10, чтобы сон пришелся на пик рыботки мелатонина, то есть на 12 часов ночи, а вставать в 3 утра. И с 3 до 6, вот эти 3 часа, они наиболее продуктивны, то есть, ну, по крайней мере, вот я использовала это в институте, такую систему. И за эти 3 часа выучишь больше, чем потом за весь день. У меня ребят много сдает физику. Ну, в разные годы, зависит от того, какое количество ребят в физмат-классе, ну, где-то от 10 до 20 человек. И средний балл получается около 60. Это даже выше, чем по стране. То есть неплохо ребятки сдают. Да, неплохо. Ну, в этом году у меня будет звать 8 человек. Физмат, ребята заканчивают 12 человек, то есть небольшой физмат. Но сложнее, наверное, сложно тем, кто в физмате, да, сдавать. И я уже говорила, что у нас ребята сдают и при 2-3 часах. И вот каждый год у нас тоже в школе из других профилей ребята сдают физику, выбирают. Потому что в 11 классе вдруг выясняется, что им нужна физика. ЕГЭ – это зеркало, отражающее уровень подготовки абитуриентов. Можно, конечно, его расколотить, потому что с утра не побрился, и физиономия у тебя опухла. Но лучше пойти побриться. И к зеркалу отношение будет гораздо лучше. Ярослав Кузьминов